Субтитры делал DimaTorzok Курс на стабильность прежде всего. Экономику поддержит промышленность и развитие инфраструктуры. А в отношениях с владельцем Саяна-Шушинской ГЭС компромисса не будет. Об этом заявил Виктор Зимин в интервью нашей гостей радиокомпании. Власти хотят влиять на тариф. В Хакасии может появиться собственное сетевое предприятие. И это дает надежду предприятиям, которых могут разорить непомерные затраты на электричество. Налоговые каникулы близятся. Кто будет платить меньше и с какого числа, расскажет эксперт программы из налоговой службы республики. Как в Хакасии налаживали выпуск сахара и почему дело сошло на нет? Данные архивов и свидетельства очевидцев в нашей рубрике, посвященной Великой Отечественной войне. Несмотря на кризис по итогам прошлого года, экономика республики показала рост. Перед правительством стоит задача и дальше удерживать этот темп, наращивая доходы. Об этом заявил Виктор Зимин в эксклюзивном интервью директору нашей телерадиокомпании Ларисе Ефименко Михайловой. Также он прокомментировал конфликт с Росгидро, возникший после того, как руководителя республики исключили из состава совета директоров компании. Итак, на какие отрасли правительство делает ставку? И есть ли у Хакасии шансы влиять на социальную политику владельца Саяна-Шушенской ГЭС? Смотрите далее. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Я рада нашей скорой встречи. Здравствуйте. Я считаю, что с главой региона, любого региона, нашего в частности, всегда есть о чем поговорить. И вы знаете, нашу беседу я хотела бы начать с общего вопроса. Первый квартал закончился. Вот насколько оправдались ваши ожидания в плане экономического развития республики в этом году, в этом сложном, непростом году? Ну, наверное, прежде всего, прогноз. Она, сколько оправдалась, чуть попозже, да? Мы прогнозировали сложную ситуацию весь 2015 год. Мы понимали, что, хотя звучали заявления Федерального центра, министра экономики, в частности, Минфина, что якобы мы достигли дна. Да. Я сейчас без юмора, если честно, это очень важно знать действительно, когда экономика станет на ноги. Вот что такое достигли дна? Ну, встали на ноги называется, да? Опору нашли, точку опоры какой-то. Да, точка опоры. Ты начинаешь старт. Опять стартовать. Учитывая те минусы, которые были, накладывая на них соответствующее решение, мотивируя бизнес, мотивируя экономику в целом, помогая. То есть ты должен понимать, что происходит. Вот до этого состояния, пока ты опускаешься, ты же учишься. Ты не должен сидеть и дожидаться. Мне это было очень важно понять, насколько, где это дно и когда оно будет. И в чем? Мы же все разные. И вот этот общий прогноз там, что в июне месяце, в 16-м году, я очень с трудом верю в такие прогнозы. Это что мы достигнем точки дна. Я с самого первого дня говорил коллеге, у нас один выход. Не ждать этого. Дна. А уже выплывать. А выплывать. И мы ставили задачу себе в 15-м году. Рост дать. Что получается, Виктор Михайлович? Ну, знаете, сегодня было совещание, чего-то с главами у меня. Как раз послушала глав. У многих есть позитивные наработки. Может быть, в частности, у всех они появились. То, что мы обратили внимание на многие минусы свои в этой проблеме. По сбору налогов. Не в той части, знаете, выжить налоги. Нет. Налоги нужно заплатили, чтобы те люди и те предприятия, которых не платили. Вот в чем была главная задача. И расхлябанность бросить. У нас получается, знаете, такой срез. Те, кто платит их добросовестно, смотрят на тех, кто этого не делает. Если он возникает, вы подхватываете. И такой вопрос. Зачем вы нам, вас нужны? Ну, почему мы должны быть добропорядочными налогоплательщиками? А кто-то паразитирует и улыбается еще на этом. Понятно. Вот эти вещи рассмотрели. Но вернемся к прогнозу и к реалям. Мы программу минимум в 15-м году выполнили. Мы приросли по бюджету почти на миллиард 200. В то время, как многие падали. В то же время нам нужно больше денег. Нас не устраивает эта позиция абсолютно. И не говоря уже... Ужимать пояса. Да. Да, мы поджались. Поджались, но я бы не хотел этого делать в той части, где особенно связано с субсидированием, с мотивацией бизнеса, на грантах бизнесу, на стройках. Мы очень много подрезали стройки. Мы только не остановили сами глобальные. Мы те, которые, назовем так, ведущие наши стройки. Там, где инвестиции федерального уровня. Конечно, не останавливаем. Мы все равно остались со своей долей. По школам не остановились. Все равно будем идти. По больницам также не будем останавливаться. Но экономика требует абсолютно других шагов. Бюджет, вернее, требует, чтобы экономика у нас была с другими, более весомыми шагами. И вот то, что вы задали вопрос, что такое результаты первого квартала. Ну, есть обнадеживающие. Что-то показывает. Есть обнадеживающие для нас такие цифры, прогнозы. Анализ показывает, что те шаги, которые мы предпринимали по развитию угольной отрасли, у нас перерабатывающая промышленность все-таки стабилизировалась. Больше в степени, знаете, ценовая политика. Очень волновала нас. Плюс мы переговорили с партнерами, часть бизнеса к нам переносит. В то же время по добывающей отрасли. Но все 90% в стране эта отрасль просела. Мы выросли. И выросли очень хорошо. В целом мы выросли почти на 18 или 20% по перевозкам. Что такое перевозки? Это значит, мы произвели добавочную продукцию. Это радует. И темпы я вот проводил недавно. Опять сверку, да? Или как это называется, сверили часы. Мы встречались с Олегом Ивановичем Терипаской в Москве. Говорили о перерабатывающей промышленности. Здесь вот недавно встречались с генеральным директором СОИКО, с Рашевским. Они все подтверждают. Разрез, также русский уголь, также новые разрезы. Все будут прирастать. Мы себе такую задачу поставили. Конечно, это радует. Но нам надо не 2 миллиарда, которых я поставил. Задачу. Задачу, да, нам надо 6. 6. Мы дополнительно будем сейчас размещаться еще на 5 миллиардов. Брать взаимствование. Для чего? Где взять АТ-4, которая вот задача на 2 поставлена, надо 6. Где брать 4? Ну, есть пути. Есть пути. Пока не будете раскрывать. Да нет, секрета великого нет. Естественно, наращивать производство. Наращивать производство и более тщательно все-таки работать с налоговой базой. Виктор Михайлович, вот тут у меня, честно говоря, возник вопрос некий. Ведь налоговую базу нашего региона, в львиную долю бюджетной составляющей нашего региона, приходится на крупные предприятия, которые здесь находятся, на нашей территории. 60%? 60%, да. Вот взять, к примеру, ту же компанию «Росгидро». Буквально на прошлой неделе мы услышали известие некое, что вы в этом году не попали в состав совета директоров в данной компании. Скажу честно, весьма удивлены были мы этим моментом. Вы, я так понимаю, тоже и конкретно весьма высказались по этому поводу. Вот мне бы хотелось понять, все-таки, с чем это связано. Это вот просто решение стандартное, обычное, рядовое решение. Ваше конкретное выступление на эту тему – это просто реакция, либо это какие-то личные амбиции, может быть, что-то задело вас вот в таком решении? Ну, не буду отделять, кстати, ни личных амбиций, ни политической реакции, как руководителя. Это все остальные угутки, которые говорят, что два понятия несовместимы. Без амбиции вообще жить тяжело. Они должны быть здоровые. Но у тебя, как руководителя региона, конечно, есть еще амбиции, что мы же не банановая республика. Правильно? И не надо к нам так относиться. Да, там вопрос еще стоит, что Виктор Михайлович получает деньги. Да, кстати, да, очень многие считают, что вы именно больше этого победили. Я не стал реагировать на это, но, читая нашу встречу, я все-таки отвечу. Хотелось бы. Да, на этот вопрос телезрители, избиратели, все граждане республики должны знать. Во-первых, если бы я получал деньги, это нарушение закона. Ни с первого дня не было ни рубля, ни… и не предполагалось. Да как госслужащий, да. Мы не имеем права получать деньги в другом… Да и иметь другие источники. Это закон. Федеральный закон, местный закон, на Конституции клянемся. Это не предполагалось. И с первого дня, когда мы заходили и принимали решение, что глава региона будет представлен в Совете директоров Росгиды, это было связано только с безопасностью региона и населения. Контролем. Виктор Михайлович, вот теперь вопрос. Что теперь-то будет? Получается, что… Поверьте. Можно ли изменить ситуацию? Если нет, то вообще как это скажется на республике непосредственно? Там не только было принято… Знаете, почему был не просто там изумленный, я возмущен. Был, да? Решением таким. Молчаливым. Отчасти партизанским. Тихим. Это же только еще не решение. Это предложение. То есть еще можно… Это предложение, да. Что глава региона может не присутствовать в Совете директоров. И все социальные программы практически можно свернуть. Нельзя этого делать больше. Так шутить нельзя. Я еще раз повторюсь. Мы не туземцы и не банановая республика. Когда была беда и горе… Ну да, чем-то попахивать, знаете, сразу… Повесили на наши плечи. Ну я образно говорю. Пусть не обижается… Там многие, кто работал и сейчас работают, и честно выполняют свой долг. Очень много было сделано, когда мы лечили ситуацию. По-другому я ее не назову. Там же люди. Люди. Мы 75 человек потеряли. А сколько горя. А сколько горя. Сколько детей осталось без родителей. Ну подождите, мы сегодня каждый день рискуем, по сути. Плюс две трети населения живет в зоне риска. И это жемчужина. Жемчужина. Саянка. Да. Ее так зовутся. Это термин, который звучит у гидроэнергетиков. Саянка. Она жемчужина в короне гидроэнергетики России. И в мировой. И не было такой техногенной катастрофы в мире. Мы не хвастаемся этим. Мы переживаем за это. Мы все через это прошли. Я лично через это прошел. Да. Они не стояли со мной. Перед родственниками погибших эти первые дни. Когда там стоялось состояние такое, я понимал людей. Я молчал, я все терпел. Как будто я их всех погубил. Приходилось пройти через это, постоять, побыть рядом. Конечно, потом где-то мы потихоньку-потихоньку людей выводили из этого транса. Пришли к жизни. И не за один год даже. Потом мы начали. Вернулись с программами по безопасности. Все сократили за тот период старый. Все безопасность, все маячки, все убрали. Науку убрали. Многое что. Вернулись, сделали. Сегодня опять начинается процесс оптимизации. Не нужны бассейны содержать, не нужно то-то. Почему такое решение приняли? Вы что там хозяева полные? Вот меня что бесит. А мы тут что на территории? Сторожами что ли работаем? Это наша ГЭС. Это наше предприятие. Потому что там работают наши люди. В то же время нам позволяло это налоговую базу проверять. Да, замечательно. Мы выросли на миллиард за эти годы. Выросли на миллиард. Они сейчас начинают обратный процесс. Я очень думаю, я верю руководителям, новому, свежему, что он примет здравое решение. Уверен, что он будет вынужден отменить эти решения. По одной только причине. Это не просьба просто руководителя региона. Это требование территории, чтобы было вот так. Потому что мы так договаривались. Еще раз повторю. Мы когда-то здесь имели осетров и стерлядь в этих реках. Хариуза, Ленка и Тайменя. Сейчас имеем карасей и лещей. Это как, вы знаете, такое мелкое сравнение. Мы не говорим об экологии. О том ущербе, который нанесли территории. Мы как-то все в мире вместе договорились. Хорошо, уже состоялось это строительство. Давайте вместе. Ну, надо как-то решать уже последствия. Только мы живем-то здесь одни. Без них. Ну да, они в Москве. Мы живем в этих условиях. Вы посмотрите, сколько у нас отменено рейсов. Некомфортно к нам летать. Территория. Мы постоянно живем в каких-то испарениях. Я дал команду это все считать. Виктор Михайлович, ну как-то будете договариваться? Я так думаю, между прочим, последовал, насколько известно, ответ от Росгидро. Весьма такой вообще, я не я и это не моя. У меня сегодня состоялась встреча. Первая. Ну, положительная встреча. Ну, я уверен был в положительном решении именно этого руководителя. Потому что он работал. Работал весь этот период. Это Цой Сергей Петрович. Знает, сколько территория вложила в этот объект. Я не буду говорить, что 75 жизней это кощунство. Но об этом не надо никому забывать. Я давал слово своим избирателям, правда? Я буду защищать их права. Они должны это понимать. Владимир Николаевич, что я буду защищать их права. И любыми средствами. Я буду вынужден обратиться в первом лицу государства. Он давал такое поручение. Им, всем. Сейчас, правда, нет тех руководителей. Нет. Которым давали. Руководителя совета директоров. Тот, кто был. Потому что сменился. Я думаю, что я здесь... То есть ситуация еще может измениться? Ну, мы ее... Я сделаю все для того, чтобы предпринять эти шаги и поменять ситуацию. Воспользоваться, что мы небольшой регион, с нами можно шутить. Я очень рассчитываю на вашу победу в этом здравом противостоянии, надеюсь. Спасибо, Виктор Михайлович, огромное за откровенную беседу. Вам тоже спасибо. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Чтобы снизить энерготарифы для бизнеса, власти республики прорабатывают вопрос о создании нового сетевого предприятия. Такое решение родилось после переговоров правительства с гендиректором компании Россети Олегом Бодрогиным. Поводом для них стали высокие цены для бизнеса. Проблема стоит уже несколько лет. Предприниматели написали не одно обращение на имя Виктора Зимина с просьбой о помощи. Переговоры в Москве с Олегом Бодрогиным провел заместитель главы Хакасии Валерий Марков. По его мнению, встреча прошла конструктивно. Глава федеральной компании предложил создать совместное с республикой предприятие, которое бы отвечало за эксплуатацию региональных электросетей. Это и позволит правительству влиять на стоимость киловатт-часов. Сейчас оно не в силах значительно снизить ее. Виктор Зимин поручил проработать это предложение. Это очень важно. Прошу тщательно отработать все детали поступившего предложения. Это позволит нам поддержать региональный бизнес за счет сбалансирования структуры тарифа. Потому что если население у нас защищено, и мы имеем один из самых низких тарифов на электроэнергию в Сибири, то с бизнесом ситуация иная. И она оставляет желать лучшего. Фермеров волнует не только тариф, но и проблема подключения к сетям. Десятки хозяйств по всей республике не могут подключиться к энергоснабжению. Для них это слишком дорого. В среду проблему обсудили в Усебакане, где прошла встреча аграриев с представителями Минсельхоза. Своих птиц Елена Толокнова содержит, несмотря на то, что работать приходится без света. У нее есть и земля, и птичник, и планов у нее много. Но все порывы начинающего фермера спотыкаются о счет за подключение, которое ей выставили энергетики. Почти 300 тысяч рублей. Шокированная женщина пыталась оспорить эту сумму, но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Таких, как Елена Толокнова, только в Устебаканском районе еще более 20 фермеров. Все они сегодня пришли на встречу с представителями Минсельхоза, чтобы в числе других проблем обозначить свои сложные отношения с поставщиком энергии. В Госкомитете по тарифам объясняют, показывают, что они меня обсчитывают на сто с лишним тысяч. А МРСК Сибири ту заявку предыдущую манулировали, написали новую, но сумма по освещению не сдвинулась. В пределах трех миллионов для меня находится это. То есть еще так стабильно не сидим пока, чтобы своими силами провести свет на наше хозяйство. Ну а работаем, в принципе, пока светло, пока так и работаем. Заходим с работы, свечки. Минсельхозе заверили, что в курсе проблемы и даже готовы помочь. По решению Виктора Зимина началась работа над целой программой помощи фермеров. И не исключено, что нуждающиеся получат поддержку уже в этом году. Вчера Виктор Михайлович ждал нам сроку ровно два месяца, чтобы мы разработали программу по субсидированию подключения к электричеству. Ровно два месяца. Поэтому мы сейчас в оперативном порядке запрашиваем все районы с конкретными фермерами, с конкретными точками участия, с конкретной протяженностью линии, сколько нужно построить, чтобы примерно проценить, во что это нам обойдется. Мы должны сделать в этом плане хорошую субсидию, чтобы это было подъемно для всех. Хотя представители Хакас Энерго были на встрече, свои позиции по теме они не озвучили. Ну а фермеры смогли задать членам правительства другие интересующие вопросы и получить ответы, что называется, из первых уст. В целом чиновники твердо дали понять, несмотря на сложности с бюджетом, а он сократился на миллиард рублей, аграрии могут рассчитывать на финансовую поддержку, прежде всего в виде грантов. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Предпринимателям и не только в сельском хозяйстве, между тем, должно стать легче, потому что с 15 июля в Хакасии наконец наступают налоговые каникулы. Кого они коснутся и как это отразится на деловой активности в республике, мы поговорили с начальником отдела налоговой службы Хакасии Владимиром Иванчиком. Давно говорилось о том, что малому и среднему бизнесу будут даны налоговые послабления. С этого года эти правила начнут действовать. Вот расскажите, что меняется у нас для предпринимателей республики? С федеральным законодательством введена возможность установления субъектами нулевой ставки, так называемых налоговых каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения. С 15 июля 2016 года действует нулевая ставка в отношении упрощенной системы налогообложения, в отношении определенных видов деятельности для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это в основном у нас вся производственная сфера, это рыболовство, это охотоведство, это образовательные услуги, социальные услуги. Налогоплательщики, индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 15 июля, имеют право в течение двух налоговых периодов применять нулевую налоговую ставку. При этом существует определенное ограничение по численности работников, это не более 15 человек, и по сумме полученных доходов, не более 7 миллионов 900 тысяч рублей в год. Иначе говоря, у кого доход до вот этого предела, они вообще могут не платить налогов? Да, ставка нулевая, налог не уплачивается. Все налоги? Именно налоги, которые применяются по доходам, полученные от этих видов деятельности. Налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения. По виду доходы, по объекту налогообложения доходы минус расходы. Также установлены пониженные налоговые ставки для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом доходы минус расходы. То есть у нас общая ставка – это 6%. По отдельным категориям налогоплательщиков применяется ставка 2%, значит, это сельское хозяйство, и рыболовство, рыбоводство, охотоведство. И 4% – это, значит, сфера производственной деятельности. Определенные изменения есть и для тех, кто работает по патенту? Но это существенное изменение. У нас патентная система налогообложения применяется в отношении 62 видов деятельности. Вот в отношении 20 видов деятельности установлена также возможность применения налогоплательщиками нулевой ставки. В основном это бытовые услуги, ремонт пошив швейных меховых изделий, ремонт чисткой окраской пошив обуви, услуги по обучению населения, ветеринарные услуги, различные услуги производственного характера, значит, услуги, связанные с обслуживанием сельского хозяйства и связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции. С 7 января 2016 года также этот перечень видов деятельности дополнился у нас еще и услугами по производству молочной продукции, производству хлебобулочных, мучных изделий, лесоводство, деятельность по уходу за престарелыми. Какой эффект нужно от этого ожидать? От введения нулевой ставки? Прежде всего, эффект это все-таки в долгосрочной перспективе. Эффект рассчитан на, во-первых, поддержку субъектов малого предпринимательства, впервые зарегистрированных, начинающих свою предпринимательскую деятельность. Также этот эффект рассчитан, эта мера государственной поддержки рассчитана на выход из тени нелегалов, на легализацию все-таки теневого бизнеса. Потому что в таких, в такой ситуации, при таких условиях все-таки налоги платить выгоднее, значит, чем находиться в тени. На очереди наша рубрика «Хакасия в годы Великой Отечественной войны». И сегодня в ней пойдет рассказ о работе эвакуированных предприятий, а точнее о сахарном заводе. Если в наше время производство сладкого продукта пока остается несбыточным бизнес-проектом, то вот в годы войны идею удалось воплотить на практике. Причем ликвидированный поселок Сахарный к делу не имел никакого отношения. Завод располагался на окраине Усть-Абакана. Как это было и к чему в итоге пришло, изучил Виктор Лошников. В нескольких километрах от Усть-Абакана, на высоком берегу Енисея, до сих пор стоят корпуса сахарного завода, который назывался Абаканским. Он строился и работал в годы войны. Когда германские армии стали быстро захватывать европейскую часть страны, многие предприятия было решено перебазировать на восток. К нам вывезли оборудование и персонал двух сахарных заводов. На станцию Абакан к концу 41-го года прибыло более 150 вагонов. Из документов, хранящихся в Национальном архиве «Хакасии», известно, что власти долго решали, где обустроить цеха. А в итоге под них отвели площадку гидролизного завода с готовыми фундаментами. Их, конечно, пришлось адаптировать под новое производство. И это одна из проблем, с которыми столкнулась дирекция. В Абакан пришло не все оборудование. Часть вагонов потерялась с дороги. В результате корпуса построили, но запустить производство к осени 42-го года не удалось. Самые ответственные детали заказывали на предприятиях в Красноярске. По скупым архивным данным, Абаканский сахарный завод первую продукцию начал выдавать лишь в 1943 году. В основном это была патока и плохо очищенный от нее так называемый «желтый сахар». Еще одной проблемой стала слабая сырьевая база. Сахарную свеклу, новую для Хакасии и юга края культуру, посеяли весной 42-го года. И даже запланировали среднюю урожайность в 135 сантиметров с гектара. Такие объемы обеспечили бы полную загрузку заводу. На отдельных полях в передовых светловодческих бригадах получали более 200 сантиметров с гектара, но это были единичные случаи. Было засеяно сахарной свеклой 2100 гектаров. Урожайность была примерно 11,5 сантиметров с гектара, но в Хакасии свеклосенье встретило большие трудности. Председатели колхозов и директора совхозов и так были загружены работой. Они в последнюю очередь организовывали бригады для уборки свеклы, и поэтому зачастую урожай погибал на полях из-за заморозков. Доставка убранной свеклы на завод также была проблемной. Исправных грузовиков у колхозов в те годы уже практически не было. На лошадях вывозить большие объемы было нерентабельно. Так что даже весьма скромный урожай до завода полностью не доходил, и производство большую часть года стояло. Зато редкие недели работы приносили радость местной детворе, вспоминает ветеран труда из Усть-Абакана Нина Михайлова. Когда с сахарного завода едет, на коне везут бочка деревянная, в ней патока. А мы им бежали и облизывали капельки. Жмых кинут, нас машины везут. Мы жмых собирали, обдували и ели. Осложнило нормальную эксплуатацию предприятия крупная авария, последствия которой не смогли устранить к началу 1945 года. А директор завода вообще пропал. Его не смогли найти даже сотрудники НКВД. В итоге в годы войны предприятие работало весьма нестабильно на основном производстве, но выполняло заказы обкома по выпуску деталей для тракторов. Его сотрудники, а это несколько сот человек, исправно получали зарплату, хлебные карточки, кормили семьи. Сельчан выручала оставшаяся в полях сахарная свекла, ее варили в чугунах, получалась вкусная сладкая масса. После войны завод остановили, оборудование перебросили назад, вывезли и все архивы. А здание осталось. Оно оказалось настолько прочным, что даже добыть кирпич на послевоенное строительство оказалось не под силу. В этих полуразвалинах перебывали, наверное, все дети поселка. Оставили после себя памятные в кавычках надписи. А для настоящей истории сохранился лозунг 1946 года. Сейчас комплекс сахарного завода получил несколько необычную вторую жизнь. Здесь сейчас развивается спортивно-стрелковый комплекс для того, чтобы здесь люди, организации занимались стрелковыми видами спорта. Занимаются силовые структуры. Силовики отрабатывают в развалинах тактику антитеррористических операций, в частности, тренируются освобождать заложников. Владельца стрелкового комплекса вывезли из здания горы мусора, сделали его относительно безопасным для посещения. Предлагают придать развалинам статус исторического памятника и организовывать сюда экскурсии для тех, кто хочет побольше узнать об истории своей земли. Сегодня мы перевернули очередную страничку в истории Хакасии военной поры. Через неделю моя коллега Олеся Калиниченко расскажет о малоизвестных фактах жизневерующих и церкви в годы Великой Отечественной войны. 10% населения Хакасии страдают глазными заболеваниями. Это всего более 50 тысяч человек. Это только те, кто обращаются за врачебной помощью. Однако в нашей республике из-за отсутствия спецоборудования нельзя провести сложные операции. Для таких больных единственный выход – лечение в других регионах. Виктор Буров узнал, как далеко шагнула медицина в одном из современных диагностических центров Иркутска. Иркутский филиал Федерального центра микрохирургии глаза имени Святослава Федорова сегодня признан одним из ведущих в мире. Здесь работают хирурги, на которых равняются зарубежные коллеги. Клиника оснащена по последнему слову техники. Офтальмохирурги из Иркутского центра два месяца назад впервые в мире провели феноменальную операцию по строению катаракты «Медвежонку» годовалой Марти из московского цирка. Сложность операции заключалась в том, что литературы о строении глаз за медведей нигде нет. После того, как в цирковой звезде на 100% остановили зрение, она отказалась ходить по канату, испугавшись высоты. Мастерство хирурга, прекрасная слаженная работа нашей бригады, бригады ветеринарных врачей, анестезиологов, позволяет сделать эту операцию на высшем уровне технологическом, который мы делаем и люди. К Марине Шампуровой, которая вернула зрение «Медвежонку», мечтает попасть в пациенты со всего мира, чтобы вылечить такие тяжелые заболевания, как катаракта, глаукома, а повезет скорее жителю из глухой деревушки Хакасии. В глазном центре Иркутска пациенты из отдаленных регионов России в приоритете. Из Икутии сколько лететь к нам, из Хакасии и прочее. И поэтому, конечно, мы здесь сделали преференции абсолютные для жителей других регионов, и очереди у нас не существует для них. А так очередь для иркутян, к сожалению, три года на катаракту, с лишним даже, да? Есть, конечно, категория заболевания, на какую очередь не должна быть, и она в принципе не показана. Это отслойка сетчатки, это глаукома. В хирургическом отделении одновременно работает 15 хирургов. Оборудование как ведущих мировых операционных. Пациенты один за другим идут потоком, как на заводском конвейере. Таким образом, за один день проводятся полторы сотни сложных операций. А то, что происходит в отделении лазерных операций, иначе как фантастика, не назовешь. Здесь на уникальном оборудовании припаивают отслоившуюся сетчатку за считанные минуты. Сразу же после операции пациент может идти домой. Особенно часто сетчатка глаза отслаивается при сахарном диабете. Глюкоза в буквальном смысле съедает сосуды глаза. По статистике, каждые 15 лет количество больных диабетом увеличивается в два раза. Сибирь не исключение. Только своевременное лазерное вмешательство может спасти человека от полной и безвозвратной слепоты. Когда у пациента происходит какая-то сосудистая патология, острое сосудистое нарушение в зрительном нерве или в сосудах сетчатки, то есть у нас есть методы, так называемая транспабулярная термотерапия зрительного нерва, когда в острый период или в ранние сроки после катастрофы мы можем, воздействуя на сам зрительный нерв, улучшить кровоток, тем самым как бы не допустить более серьезных грозных осложнений. Гордость Иркутского центра имени Федорова детское отделение. Здесь в основном занимается профилактика тяжелых заболеваний, чтобы в будущем ребенок не ослеп. В клинике разработана эксклюзивная технология лечения косоклассии. Ведь операция, вопреки распространенному мнению, не способна избавить маленького пациента от этого недуга. Чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Это рутинная работа, это достаточно тяжелая работа для родителей, для детей. Но дорогу осилит идущий. И если вот такие упорные родители, дети, мы им поможем. И эффективность лечения на сегодняшний день в нашем отделении составляет до 90% излечиваемых от косоглазия. Но это в том случае, если они лечатся. В центр приезжают пациенты со всей России, потому что зачастую помочь больше не могут нигде. Всю дополнительную информацию от центра микрохирургии «Глаза» в Иркутске можно узнать по телефону нашей редакции 22-74-17. Виктор Буров, Вестин, Хакасия. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами и приятного окончания выходных. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok